Брестский областной лицей имени Петра Мироновича Машерова за время своего существования выпустил немало талантливых и образованных молодых людей. Множество профилей позволяет каждому изучить то, что ему интересно. Филологический профиль, физико-математический, экономический, химико-биологический и, конечно же, правовеческий, который на сегодняшний день популярен. Ребята правовеческого профиля стали основными участниками дискуссии на тему «Я будущий избиратель». Именно они задавали темп и ритм мероприятию, ведь они, будущие юристы, и юридические аспекты им уже немного знакомы. Я считаю, что на самом деле это один из самых престижных профилей, и когда в дальнейшем я закончу его, то передо мной открывается очень большой выбор различных профессий и очень многих вузов. Выбрала правовеческий профиль, потому что мне очень интересен предмет общества ведения, мне нравится эта наука, можно так сказать. И еще мне очень нравится английский язык, который также входит в изучение. Проект «Шаг» в учебных заведениях проводится в последний четверг каждого месяца. Лицеисты относятся к мероприятию ответственно, ведь они считают себя активными гражданами и приходят на мероприятие не для галочки, а чтобы пообщаться со спикером. На этот раз в Брестском областном лицее имени Петра Машерова проходила дискуссия на тему «Я будущий избиратель». Основным спикером стал начальник главного управления юстиции Брестского был сполкома Сергей Калиновский. А заглавленная тема обоснована, поскольку 7 и 17 ноября пройдут выборы в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь. Пользуюсь случаем, что у нас в городе есть человек, который является членом Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов. А это Сергей Алексеевич Калиновский, начальник главного управления юстиции Брестского областного полкома. То есть человек, который главный в этой области, в нашей Брестской области. И поэтому мы пригласили его сегодня на встречу с ребятами. Встреча была оживлённой и интересной. Звучало много вопросов, ответы главного юриста области удивляли ребят. Сергей Алексеевич рассказывал о структуре избирательной кампании, об этапах выборов, а также о критериях, по которым можно избираться. Ученики задавали волнующие их вопросы и знакомились с важными темами. Очень важно сегодня, во-первых, чтобы молодёжь знала, что происходит, во-вторых, ориентировалась в этом всём и сознательно принимала свой выбор. Ну и как остальная цель, это активная подготовка к политическим событиям, которые предстоят им в будущем, в электоральных кампаниях каких-то избирать, избираться самим. Ну и участвовать в политике, которую проводит государство, потому что именно завтра будут они уже теми же депутатами, которые будут определять наше законодательство и вообще направление основной деятельности страны. После открытого диалога уже по сложившейся традиции спикер мероприятия провёл своеобразное профориентационное занятие с учащимися, которые пришли в лицей в этом учебном году в правоведческий класс. Сергей Калиновский познакомился поближе с ребятами, подробно рассказал об её будущей профессии, о личном опыте и очень непростой юридической службе. Мы в целом проговорим проблему, которая стоит перед нашей профессией, что она включает в себя. Ну и в последующем будет у нас происходить мероприятие по ознакомлению с различными направлениями и проявлениями вот этой профессии. Это и судебная система, и налоговая система, где она встречается, и следственные комитеты, и прокуратура, и учреждения ЗАГС, архивы, всё остальное, чтобы люди и ребята могли сами пощупать что-то такое.